Как я сказал сегодня в начале, я хочу говорить в связи с словом «раб». Я назвал свою проповедь «рабы или свободные». Если вы помните, в Новом Завете есть несколько отрывков Писания. Написано, что мы не рабы, а сыны свободы. Мы не сыны рабства, но сыны свободы. И говорится там про Тору и про благодать. Я не хочу об этом говорить сегодня. Я хочу говорить про то, кто является рабом Бога. И как мы считаем, свободными или рабами? Часто в Писаниях слово «раб» переводится как «служащий слуга». И это не совсем правильно, потому что смысл разный. Потому что служащий – это тот, кто это делает по собственной воле. Ему подходит, он служит. Ему не подходит, он может уволиться. Если ему что-то не подходит или не справляется со своей должностью, он может оставить ее. И в дополнение к этому, служащий – это тот, кто получает за эту зарплату. Но в противоположность этому, раб – это тот, кто свою свободу и свое право выбора подчинил. Возможно, так произошло без его желания, и возможно, это был его выбор. И раб – это тот, у которого есть хозяин, который за него решает. И раб – тот, кто выполняет волю своего господина. И вся свою жизнь, целью жизни раба является исполнить волю своего господина. Есть люди, которые говорят, «Я свободный человек». И здесь также важно понять, что значит свободный. Часто, если мы зададим такой вопрос людям, они скажут, что свободный – это тот, тот, кто делает все, что ему угодно. Если мне что-то хочется делать, я это делаю. И никто мне не скажет, могу я это делать, разрешено мне или нет. Если мне хочется, я это делаю. И это значит, что это для меня свобода. Но такое определение не совсем правильное. Потому что я думаю, что свободный человек – это не тот, который делает все, что ему угодно. Но который имеет способность не делать все, что ему хочется. Или не делать то, что другой говорит ему или обязует его к этому. Например, если я над чем-то не могу совладать. Если у меня есть какое-то желание, и я не могу совладать с этим желанием, тогда я не свободный человек. Если мне кто-то сказал что-то сделать, и я не могу отказать, тогда я не свободный человек. Но если у меня есть сильное желание, и меня это привлекает, но я могу над этим совладать, и могу сказать этому «нет», тогда я являюсь свободным человеком. И часто мы все хотим быть свободными людьми. Даже если речь идет о Боге, то мы хотим быть свободными от самого Бога. Мы не хотим зависеть ни от кого. Мы хотим сами управлять своей жизнью. И есть различные уровни этой свободы. И я говорю сейчас про свободу людей неверующих. Часто мы совершенно не знаем Бога. В Исаии написано, что все мы как блуждающие овцы, и каждый идет по своему пути. Каждый выбирает свой собственный путь. Каждый делает то, что ему хочется. Они хотят быть свободными людьми, не хотят ни от кого зависеть. Абнадам как-то, он говорит, я сам для себя строю свою жизнь. Я сам себе, Бог, я полагаю столько на себя, на самого. И я думаю, вы знаете таких людей. Возможно, часть сидящих здесь до сих пор такими являются. Мы очень, очень любим. И мы очень любим. Верующие или не верующие, людям свойственно любить состояние власти. Когда ты можешь всем управлять, все в твоих руках, и ты все держишь под контролем. Потому что очень трудно пребывать в состоянии, когда ты от кого-то зависишь. Возможно, тот, от кого ты зависишь, не сделает так, как тебе хочется. Возможно, он вообще ничего не сделает. И тогда у тебя начинаются проблемы. Поэтому людям нравится управлять, и не нравится быть зависимым от кого-то. Людям не нравится быть зависимым от Бога. Как они могут быть зависимы от Бога, если они его даже не знают? Они не знают, кто он. Они говорят, кто такой Бог, и где он находится. Я тот, кто контролирует себя самого и свои действия. И есть очень хорошие отрывки Писания, которые говорят, кацаются этой телой. В Риме написано следующее. В 17 главе, 5 стих, я читаю. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плотит свое дело и топорой, и которого сердце удаляется от Господа. Написано, этот человек проклят. Если ты такой, который говоришь, я сам себе строю свою жизнь. Бог, ты постой в сторонке, я тебя не хочу. Не надо вмешиваться в мою жизнь. Не нужно мне помогать. Такой человек делает себя Богом. И это автоматически он становится идолопоком. Потому что Бог говорит в Слове Своем, такой человек проклят. Потому что он надеется на другого человека и плоть свою делает опорой. И написано здесь также, и сердце его удаляется от Господа. Здесь есть две вещи. Во-первых, он надеется на себя. Во-вторых, он удаляет свое сердце от Господа. И такому человеку только предназначено проклятие. Возможно, такой человек не видит изменений в своей жизни, и все ему кажется хорошо и нормально. Он работает у него или свой бизнес, или хорошая работа, есть семья. И он выглядит хорошим человеком, ничего плохого не делает. И есть очень много таких вокруг нас. Это часть моих друзьями, часть моих друзьями. У меня есть такие друзья. Я уверен, что у вас тоже есть такие друзья. Но они уповают только на себя. Они думают, что они хорошие люди. И они не нуждаются в Боге. Все хорошо и приятно, и у них есть благословение в жизни. Но Господь говорит, что в конце они получат свое вознаграждение. И это вознаграждение не будет хорошим. Это будет только проклятие и наказание. И это первый уровень таких людей, которые оставляют Бога в стороне. Кстати, вы знаете, что страна Израиля — это очень особенная страна. Это особенная страна в ее зависимости от Бога. Потому что Господь говорит в Слове, в своем фторе. Он говорит, я даю вам землю Израиля, она не такая, как земля египетская. И в Египте у вас была река Нил, которая питала и давала жизнь всем растениям. Вы могли черпать воду из Нила и поливать ее на свои поля. Но Господь говорит, что страна Израиля, она другая. В Израиле всегда нужно смотреть наверх. И полагаться на Бога. И написано, что Господь и очи Господа обозревают эту землю. И Он ее питает, и дает дождь, и дает всякое благословение. Это в зависимости от Бога. Когда человек живет в земле Израиля, он зависит от Бога, он получает благословение. Мы будем продолжать говорить об этом. Но есть еще другой уровень человека, который хочет быть независимым от Бога. Но в дополнение к этому, он еще и смеется над ним. Есть много людей, неверующих, которые смеются над верующими. Они смеются над религиозными людьми. И они смеются над самим Богом. Бог, где ваш Бог? Посмотри, как я про него говорю. Почему же он меня не наказывает? Почему сейчас вот я против него говорю, и не спускается никакой огонь с небес, чтобы меня уничтожить? Наверное, он вообще не существует и не слышит. Возможно, у вас Бог где-то уснул. Есть много таких людей, которым нравится смеяться над Богом. Не достаточно того, что они себя поставили в стороне и отделили себя от Бога. Они живут такой жизнью, которой им хочется. Но они также смеются над Богом. Я когда-то был таким человеком. Не только сам себя поставил Богом. Также смеялся над религиозными, над верующими людьми. Потому что был совершенно мирским человеком. Не мог понять, кто такой Бог и во что они там верят. Я его не вижу. Как я могу в него верить? И смеялся, смеялся над этим. И часто человек в тот момент не получает наказание. Никакой огонь с неба действительно не сходит. Он не падает на месте, не ломает себе что-то. Такого не происходит. И часто даже такие люди ходят и получают благословение. Вы знаете, написано, что одна из проблем праведных людей. Часто праведники спрашивали Бога, почему мы праведные люди так много работаем и мы так много страдаем. Мы пытаемся соблюсти твои заповеди, исполнить твою волю Господь, и мы страдаем. Нам очень сложно. Но люди, которые даже знать тебя не хотят, которые нарушают все твои законы, у них все хорошо, они как будто живут в таком благословении. Ни один человек такое спрашивал. Очень много написано об этом и в псалмах, и в пророках. И тогда Господь дает им откровение и говорит. А потом праведники говорят, и когда я увидел конец того человека, тогда я все понял. Часто нечестивые люди получают свое вознаграждение только в конце. Потому что и плохие люди делают хорошие дела. И поэтому награды за хорошие дела происходят здесь, на земле. Но наказание или вознаграждение за грехи происходит вовеки. И наоборот также. Человек праведный. Но на земле он грешит иногда. Иногда каждый грешит. И тогда плата за грехи, которые мы делаем, живя здесь, на земле, также происходит здесь, на земле. Сложно нам, и есть у нас какие-то проблемы. Но награда за нашу веру она вовеки веков. И тогда и выбор стоит перед тобой. Хочешь ли ты немного здесь наслаждаться жизнью и потом страдать вовеки веков, или наоборот? Или здесь немножко пострадать. И вовеки веков быть с Богом. Есть третий уровень людей, которые не зависят от Бога. которые не только смеются над Богом, но бунтуют. Они настолько ненавидят верующих, могут подойти кого-то побить. Они могут специально говорить против Бога. То есть убеждать людей против Бога. Расскажу, что с моей дочкой произошло. Мама шлифнайка Майами мы хектали мурашила обе Лиэль. Лиэль несколько недель назад ждала свою учительницу. Это было возле дома учительницы. Она ждала ее, и тогда подошла к ней какая-то бабушка. И стала с ней говорить. И действительно, она начала ее убеждать быть против Бога. Говорила ей, что Бог не существует. Что Тора это ерунда, и не нужно в нее верить. И это ее каждодневное занятие, это ее работа. Каждый день она убеждает людей не верить в Бога. И улетит в раховке и мебосерит это. Ходит и анти-евангелизирует, можно так сказать. И слава Богу, Господь дал силу для Эль. И бабушка устала ее убеждать, сказала, что это невозможно, и отошла от нее. Есть люди, которые на самом деле бунтуют. Они поклоняются идолам, раньше это было очень часто, сейчас меньше. Один из таких людей это Немрод. Он был первым, который построил целые города для того, чтобы поклоняться идолам. И так же его имя говорит об этом, что такое Немрод. Мы будем бунтовать. Это второе имя, которое он получил. Это имя, которое соответствовало его характеру. Есть люди, которые хотят быть полной независимости от Бога. И часто, когда ты независишь и стоишь в стороне, тебя приводит это к тому, что ты начинаешь быть зависим от греха. И Новый Завет очень ясно и хорошо говорит об этом. Иешуа сам сказал его ученикам. Он говорил не только своим ученикам, но всем евреям, которые стояли там. Он говорил вы зависите от греха. Вы рабы. Они говорят, мы никогда не были рабами, мы сыны Авраама. Но Иешуа говорит «Амин, амин, амин, говорю я вам, истинно говорю я вам, каждый делающий грех является рабом греха». Если ты делаешь грех, ты являешься рабом греха. Помните стихи, которые говорил апостол Павел? Он говорит «Доброе, что есть во мне, не делаю». А злое, что не хочу делать, то делаю. Он говорит «Внутри я вижу, что у меня есть желание исполнять волю Божью. Но делаю что-то, что мне не хочется делать». И он говорит «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Есть проблема «Когда человек грешит, он становится рабом греха». Он не думает, что он является рабом чьим-то или чем-то. Потому что он говорит «Ну, здесь я немного украл, там я что-то кому-то сказал». Было у меня желание, которое было не таким хорошим, и я его исполнил. Такой человек не думает, что он раб. Даже в голову ему такое слово не приходит. Но такой грех привлекает человека больше и больше. Иногда он настолько прилипляется к нему таким образом, что он не может от него избавиться. Если мы пойдем в крайние ситуации, то здесь можно говорить про наркотики. Вначале наркоман получает удовольствие. Но потом он уже не может прекратить ему очень трудно. И тогда апостол Павел говорит, что также каждый из нас, который не знает Бога, если он не служит Богу, то он служит греху. Автоматически человек, который не служит Богу, начинает служить греху. И он находится под его властью. Знаете, что в бытие написано, что когда Ева разговаривала со змеем, он говорил с ней, описал ей всю ситуацию. И тогда она взяла запретный плод и съела его. Написано тогда, потом Бог спрашивал у нее, что случилось, что ты сделал? И она говорит, змей искусил меня. А в миле не с миле не 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 но слово искусил меня это не только как не только искусил. То есть он взял надо мной власть. Попробую перевести. Теперь это слово от слова брак, то есть как муж и жена, которые вступают в брак, то есть она была временно зависима каким-то союзом от змея. То есть дьявол стал властвовать над ней и она была под его властью. И поэтому грех автоматически передается каждому рожденному человеку. И каждый человек остается во власти дьявола дьявола. Он становится рабом греху и рабом дьявола. Но Шауль говорит спасибо Господу за то, что он дал нам решение этой проблемы. и мы все знаем решение этой проблемы. И Готов что он умер и его распяли. И тогда он воскрес из мертвых. взял на себя наши грехи. Тот кто сейчас находится в поиске Бога. Прочитайте Нун Гимель 53 главу Исаии. Там написано все что происходит. Что делает праведник раб Господа. Как он берет на себя наш грех и дает нам искупление. Ишуа это наше искупление, наша жертва. Но я хочу вернуться к самому важному пункту. Когда я открываю и читаю послание, Иуда, Шимон, каждый раз послание начинается с того, что написано, кто его написал, Иуда, Шимон, и так далее. И потом он приветствует, говорит, мир вам. И практически каждое послание начинается такими словами. Я Яков, раб Ишуа Машеха. Я Шимон, раб Бога. Я Шауль, раб Господа. Я спросил себя, как такое может быть, почему они себя называют рабами? Они все называют себя рабами. Есть глава в первом послании коринфянам. В седьмой главе есть двадцать восьмой стих. Двадцать второго стих. Ки акаруй бе адон би йото эвед миш ух рар у ле адон векен акаруй би йото хов ши эвед у лимашиях. Ибо раб призванный в Господе есть свободный Господом. Ровно и призванный свободным есть раб Маши то есть мы люди когда мы приближаемся к Богу и принимаем Йешу Маши через него мы перестаем быть рабами греху. Мы получаем свободу от греха. И мы становимся рабами Бога. И Шаул говорит я умер для себя для того чтобы жить для Бога. Мы становимся жить для Бога и мы становимся рабами Бога. Я думаю что часто мы не понимаем этот вопрос что значит быть рабом Бога. Вы все знаете молитву Отче Наш. Кто-то знает как начинается эта молитва? Отец Наш Небесный да светится имя Твое. Да придет Царство Твое и будет воля Твоя на земле как на небе. Вы знаете когда я углубился в изучении этих отрывков Писания я кое-что увидел. Я вдруг увидел что-то что связано с рабом Бога. Когда мы совсем не смотрим в этом направлении. Как я сказал раб это тот кто всегда ищет воли своего господина. Своей воли у него нет. У него есть может быть желание дети и своя семья. Но цель его жизни это исполнить волю своего господина. Его желание таково что когда он подходит к кому-то он показывает не себя своего господина. Отец наш небес досветится имя Твое. От кем мы пытаемся в своей жизни осветить имя Господа. Когда мы разговариваем с людьми делаем различные дела кого мы показываем ли мы себя и свою веру насколько я хороший стал насколько я изменился или мы показываем Бога. Потому что эти стихи говорят что нам нужно освящать имя Господа. Мы пришли для того чтобы показать не свою славу а славу Господа. И часто мы об этом даже не думаем. Иногда мы даже не говорим про Бога. Мы говорим ну вот такой я такая моя вера или даже не говорим про свою веру. И только делаем хорошие дела так как мы научились от Иешуа. Но мы прячем самого Бога. Это не всегда происходит. Иногда так иногда по-другому. Но большой вопрос в том является ли нашим намерением святить имя Бога. Мы часто люди молятся автоматически этой молитвой. И только мы ее слышим но на самом деле ничего не происходит. Да святится имя Твое осветить имя Бога. Второй пункт здесь. Да придет царство Твое и будет воля Твоя. Здесь действительно интересно. я хочу чтобы исполнилась воля Божья. Не просто Божья воля а чтобы воля была на земле такая как она на небе. кто живет на небе. Ангелы про ангелов написано что они все духи служебные. У них нет своей воли. То что Господь говорит то они и делают. И мы в молитве Господне говорим да будет воля Твоя на небе как на земле. Можем ли мы действительно для себя принять волю Бога? Живем ли мы для того чтобы исполнить волю Бога? Является ли это целью нашей жизни? исполнить волю Господа? Я думаю что это большой вопрос для каждого здесь. Потому что все ученики Иешуа сказали мы рабы Господа. Потому что цель их жизни была осветить имя Господа. исполнить Его волю. А какова наша воля? Иешуа сказал ищите воли Бога. Молитесь чтобы познать Его волю. Он не говорил про нашу волю. Он так в Бога ищите Бога. Естественно есть такая часть нашей жизни когда мы волнуемся и переживаем за нашу семью. Потому что каждый раб уверен в своем господине. Он знает, что господин его заботится о нем, дает ему еду, дает ему место, где спать. Но вот эти два пункта, осветить имя Господа и искать его воли, чтобы она стала целью нашей жизни. Здесь третий стих, который не связан с тем, чтобы быть рабом Бога, но он также сложный. И прости нас, как и мы прощаем должникам нашим. Хочешь ли ты действительно этого? Ты хочешь, чтобы Господь тебя простил так, как ты прощаешь? А если ты прощаешь, ты прощаешь? Простил ли себя, проверил ли ты себя, действительно ты ли истинно прощаешь? Потому что часто мы просто хотим забыть того, кто нам причинил боль. Не буду я с Ним разговаривать, не буду я к Нему относиться, никак. Так ты хочешь, чтобы Господь простил тебя, относился к тебе? Это простая молитва, но мы не задумываемся о смысле этой молитвы. Раб Бога. Это не просто быть рабом Бога. Мы сегодня пели песню, что Ишуа был равен Богу и спустился с небесной земли. И стал рабом, и его распяли. И тогда он снова поднялся на небеса и принял царство. Вы знаете, в Танахе всегда Ишуа назван рабом Бога. Почему Ишуа так называют? Все пророчества о Мессии сыне Иосифа, так его называют, были таковыми, что он будет страдать, и он будет распят. И там всегда говорится о праведнике, о рабе Бога. Ишуа раб Бога. Вы можете даже написать поиск в гугле четыре песни раба Бога. И увидите, и найдете это. Ишуа сам говорит, я раб. Он говорит, я пришел для того, чтобы исполнить волю Отца. Он говорит, я желал бы, чтобы эта чаша прошла мимо меня, но не моя воля будет, а твоя. Он говорит, я не по своей воле иду, а то, к чему призывает меня Отец. Ишуа дал нам пример. С одной стороны, он был достоин всего, но унизил себя и стал рабом, который пришел для того, чтобы исполнить волю своего хозяина. Я знаю, что, может быть, многие из вас зададут вопрос. А как насчет тех отрывков в Писании, где написано, что мы не рабы, а сыны Богу? Написано, что вы уже не рабы, но друзья мои. Вы знаете, в Танахе им Исраэль он называется «гам Эвид Адонайм» и «гам Бэн» של Иллюим. Вы знаете, в Танахе народ Израэля, еврейский народ назван и «сыном Бога» и «рабом Бога». Так же Ишуа называется «сыном Бога» и «рабом Бога». И здесь нет ни противоречия. Нет никакого противоречия. Потому что сыны Бога это те, кого он принимает. это те, на которых он смотрит. В Эвид Адонай это как мы должны перед ним чувствовать, и как мы должны перед ним себя вести. Когда он называет нас детьми своими, здесь имеется в виду наследство. Что мы в определенное время получим обетование и наследие. Потому что это то, что получают дети. Но с другой стороны, раб это тот, кто по своей воле выбрал исполнять волю другого. И тогда верующий человек это тот, кто по своей воле избрал для себя исполнять волю Господа. Это очень высокое положение быть рабом Господа. Это непросто. Ешуа был равен Богу, он спустился с небес и стал рабом и потом поднялся опять на небо. И написано, что он первенец. И мы подобны Ему, когда мы являемся рабами Бога. Тогда придет время, когда мы поднимемся и станем братьями Ишуа, детьми Богу. Есть такая книга, которая называется Послание Филимона. Самая маленькая книга в Новом Завете. Там только одна глава. И там говорится про одного парня по имени Анисим. Он был рабом Филимона. А Филимон был учеником Павла и у него была большая домашняя группа. И Анисим был его рабом и он убежал от него. И он не только убежал от него, он еще что-то украл и потом убежал. Но на каком-то уровне он покаялся и пришел к вере и стал учеником Павла. И тогда Шауль пытается вернуть Анисим Филимону и он принимает его как брата. И значение имени Анисим знает ведущий ведомый полезный полезный Написано что когда-то он не был полезным но сейчас когда он покаялся он стал полезным Там есть такая игра слов и об этом сегодня говорил Саша когда мы становимся рабами Бога и когда мы вступаем в эту должность мы становимся действенными полезными и это происходит тогда когда в нас есть изменения потому что если нет изменения ты уже бесполезен если ты не действуешь и не исполняешь призвание раба Бога ты как Анисим который только хочет убежать и значение его имени не исполняется я хочу на этом завершить и воодушевить вас подумайте подумайте про молитву отче наш которую мы сегодня затронули мы сыны Бога и также рабы Богу и готовы ли мы исполнить свое призвание давайте мы встанем помолимся отец мы благодарим тебя за то что дал им Yeshua чтобы он искупил нас мы просим чтобы как сказал Шауль это исполнилось так же и у нас что не живу уже не я но живет Yeshua во мне и что я живу в плоти живу для Бога мы хотим быть твоими рабами возможно мы даже не хотим но дай нам желание дай нам действительно откровение и понимание чтобы оно исходило из глубины наших сердечек чтобы мы были как раб которого приставили к стене и сделали ему дырку в ухе потому что он сказал я люблю своего господина и хочу услужить ему веки веков он сделал это с глубины сердца и с глубины своей любви стал рабом во веки веков мы хотим быть твоими рабами Господь потому что мы знаем что ты хороший отец и ты заботишься о нас дай нам откровение и помоги нам измениться во имя Yeshua Аминь 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 Аминь